Друзья, всех приветствую! С вами Олег Санцвар, заехал на очередной объект, но как обычно хочу рассказать, показать, что будет мной здесь производиться. Значит, это новостроечка, свежий дом, монолитный, значит, будет производиться замена, значит, конвекторов на биметаллические радиаторы Refar Monolith. Вот эти радиаторы. Значит, какая особенность этого объекта? Дело в том, что начался отопительный сезон, вот даже могу показать вам, вот у меня есть тепловизор, как видите, стоячки горячие, и радиатор, то есть все функционирует, греет, вот, и, к сожалению, как это часто бывает именно с начала отопительного сезона, значит, проблема с отключением стояков. Вот, обычно я на двух трубке перевариваю вместе с стояками, то есть я отрезаю от пола до монтажного сварочного раструба, чтобы убрать старые отводы, как видите, они близко к стене прижаты, они как бы расположены по высоте, не так, как бы хотелось, вот, чтобы не оставлять старые врезки, перевариваю, значит, хлыстами стоячки и делаю подводы. Ну, это в летний период, когда есть возможность спокойно слить воду и спокойно производить такие работы. К сожалению, с начала отопительного сезона такой роскоши нет, просто идет негласный запрет, вот, но, опять же, понимаете, что не каждый заказчик может себе позволить остановить, заморозить стройку, вот, и, так скажем, сдать весны. Поэтому, значит, замена радиатора отопления будет производиться мной при помощи технологии по заморозке труб, вот они, аппаратики, это электрические аппараты фирмы РЭМС, ФРИГА-2, позволяет производить заморозку труб, то есть замораживается определенный короткий участок, поэтому повреждения труб не происходит, но можно производить работы. Соединяться, значит, будут трубы, то есть будут использоваться также стальные трубы, вентиля фароски, как обычно я использую, вот, стальная труба, вот, из нее буду выгибать уточки, чтобы соосность соблюсти, так скажем, для состыковки. Начиняться будет пресс-ган, значит, по технологии Виего Мегапресс, вот такой пресс-ган, вот, клещи Мегапресс, как вы видите, Мегапресс, у меня есть видеоролик, можете посмотреть на сайте sansvar.ru, там я показываю, рассказываю, что это за технологии, для тех, кто не знает, вот такие муфты, пресс, это неразборные соединения, то есть один раз запрессовываются и все, усилие больше трех тонн, и больше, оно не обслуживает, эти соединения не обслуживаемые, чтобы вы понимали, вот, здесь дело в том, что здесь будет все зашиваться гипсокартоном, будет фальш-стена, вот, и доступ к этим муфтам уже не будет, то есть, если же делать это, например, какие-нибудь там, я знаю, полипропиленом, не дай бог, конечно, да, то есть, сами понимаете, как правило, или там даже просто поставить кран, стоит какая-то американка, любое резьбовое разборное соединение, оно обслуживаемое, требует доступа, то есть, со временем, при перепадах в температурах, особенно это, когда вот им идет отопительный сезон, или там, внеотопительный, то есть, колебания вот тепловые, они могут ослабить, даже соединение ГЭБа, вот, которое, как бы, вроде бы, похоже на Мегапресс, то есть, но, в любом случае, там опрессовка идет резьбой, то есть, там есть гайка резьбовая, то есть, это вот проблема, которая, к сожалению, могут дать течь, это не обязательно 100% дадут течь, но может дать, поэтому нужно об этом помнить, вот, Омегапресс, он не имеет никаких резьбовых соединений, то есть, прессуется сам фитинг, он тоже стальной, так же, как и труба, то есть, фактически, мы не меняем тип материала, вот, запрессовываются, и все, можно зашивать спокойно, не переживая за это соединение, вот, ну, что, друзья, в принципе, я думаю, пока на этом все, ну, давайте сейчас пройдусь по остальным комнатам, покажу, здесь, значит, всего три радиатора отопления, это вот кухня, естественно, выходы везде разные, во всех комнатах, даже, видите, радиаторы разные, по размеру, по мощности, поэтому будут выгибать уточки, делать подводы, вот, и опрессовывать, то есть, на каждый стояк будет по две муфты, пресс, вот, здесь, вот, как видите, один конвектор уже сняли, но это успели сделать перед отопительным сезоном, планировал здесь, вот, я так понимаю, вот этот, немножко укоротить оконный проем, вот, но не успели сделать, так на этом все зависло, сейчас вот понадобилось срочно, поэтому отложить, ну, насколько я понимаю, до весны уже нет возможности, то есть, планируется именно продолжение работ и требует заменную установку радиаторов отопления, вот, рефар монолит, межосевое 350, специально выбрали узенький радиатор, хотя, вроде, высота позволяет, можно было поставить и 500 межосевое, ну, опять же, здесь, говорю, будет зашиваться для того, чтобы сформировать вот эту нишу, которая будет, возможно, закрываться, насколько я понял, экраном декоративным, ну, в общем, вот таким образом, ну, что, друзья, пока на этом все, может быть, в дальнейшем постараюсь сделать небольшие прямые включения, показать сам процесс, значит, работы, смотрите продолжение, друзья, и снова я, как и обещал, показываю небольшое включение первого этапа, значит, ну, что мы видим, значит, производится заморозка, заморозка отводов от действующего стояка, то есть, работа производится без отключения слитья стояков, к сожалению, на этом объекте слить в связи с отопительным, началом отопительного сезона не получается, вот, для примера могу показать, тут у меня есть тепловизор, как вы видите, стоячки огненные, то есть, у них функционирует горячий теплоноситель, вот, отводы, отводы заморожены, вот, видите, снег прям, и установлены временные заглушки, заглушки для чего сделаны, как вы видите, здесь вот стоял конвектор, вот, он был приварной, то есть, его нельзя было снять, нужно было освободить место для установки кронштейнов, для вывешивания нового радиатора, и для того, чтобы подготовить заготовочки, в общем, когда все это будет вывешено, сделаны заготовки, я еще раз заморожу, и уже будет окончательное, так скажем, финальное соединение, вот, не то, что вот сейчас вы видите, это стоят такие монтажные муфты, ремонтные муфты, можно их так назвать, фирма АГА, ну, это аналог ГЕБА, на самом деле, просто то, что была возможность купить, так скажем, под рукой, вот, задача этой заглушки, чтобы вот здесь, обычно я нарезал резьбы и устанавливал временные краны, в случае необходимости, но здесь очень малое расстояние от стены, чтобы трубы не оттягивать и не поддавливать стену, я решил вот использовать эти муфты. Значит, что могу сказать, при всей легкости и простоте, конечно, эти муфты нужно ставить с осторожностью и иметь в виду, что они требуют, то есть это не монолитное соединение, то есть оно разборное и оно требует обслуживания, то есть их нельзя зашивать гипсокартоном, например, прятать, вот, потому что резьбовое соединение, а здесь вот эта гаечка на резьбе, к сожалению, при перепадах температурах, что касается вот отопления или там горячего заснабжения, оно со временем может ослабнуть, не обязательно, что ослабнет, но может, сами понимаете, что потом, если вы это все тем более зашьете гипсокартоном, доступа не будет, придется все ломать, могут быть проблемы, к сожалению, известны случаи, когда там слетали эти фитинги, вот, поэтому нужно к ним относиться осторожно, но в моем случае, еще раз говорю, это времянка, потому что потом я буду устанавливать вот такие вот пресс-муфты, вот, вот эта муфта уже является неразборная, то есть она прессуется один раз и навсегда, так скажем, то есть ее уже разобрать нельзя, можно монолитить, можно зашивать гипсокартоном, ну, в конце вы увидите уже финал, поймете, я еще раз все это расскажу, все нюансы, все особенности этой системы, вот, ну, пока на этом все, смотрите продолжение. Друзья, и снова я, и опять небольшое включение, как и обещал, ну, фактически это заключительное включение, где я покажу, что здесь я произвожу, как вы помните, в первой части, значит, я показывал, как я демонтировал радиаторы, дело в том, что здесь пеноблок, мне нужно было химическим анкером установить кронштейны, вывесить радиатор и сделать замеры, для того, чтобы согнуть заготовочки, вот, все, я вывесил радиатор, значит, подготовил трубы и еще раз заморозил опять отводы, как вы видите, вот, все заморожено, сам стояк, он рабочий, то есть все функционирует, чтобы вы понимали, сейчас отопительный сезон, вот, отводы, они заморожены, вот здесь я уже все подготовил, подрезал, то есть здесь останется вставить муфту, вот такая пресс-муфта, я пока еще ее не вставил, для того, чтобы показать вам, что действительно труба разрезана, вот, внизу, вот, видите, уже все подогнано, и останется только запрессовать, ну, в принципе, на этом все, смотрите финальную часть, где я покажу уже выполненную работу, ну, и дам несколько комментариев по работе, по фитингам, друзья, всех приветствую, снова я, на этот раз это уже финал, финальная часть работы, покажу вам то, что у меня получилось, значит, ну, давайте сразу, наверное, у меня есть тепловизор, как вы знаете, для наглядности покажу, все работает, то есть, это действительно работа производилась в отопительный сезон, вот, производилась без отключения стояков, к сожалению, хоть дом и новый, ну, сначала отопительный, это уже большая проблема в Москве и Московской области, значит, проблема с отключением с лития стояков, ситуации разные бывают, сами понимаете, не все могут остановить ремонт, но в данном случае такая была проблема, значит, и с помощью заморозки я решил эту задачу, произвел замену радиаторов, ну, давайте посмотрим, так, ну, как вы видите, ну, что, могу еще раз, давайте, повторюсь, расскажу, это вентиль фирмы фар, это вентиль ручного регулирования, это не термоклапан, поэтому у него нет позиционирования, можно устанавливать, как удобно, например, барашком вверх, по классической схеме, вот, он является регулировочно-запорный, в отличие, например, от термоклапанов, то есть, позволяет и регулировать, и в то же время закрывать, в случае необходимости, так же, как шаровой кран, а вот шаровым краном, как раз и регулировать нельзя, некоторые ставят, после, например, термовентиля или термоклапана ставят шаровой кран, но, опять же, это неудобно, я считаю, и нет необходимости, вот, есть решение готовое, вентиль, фар, уже очень давно использую, применяю, проблем нет, так, ну, по поводу соединения, как вы видите, это пресс-муфты Viego Megapress, вот так это выглядит аккуратно, ничего лишнего, как видите, стараюсь цельной трубой гнуть, чтобы это было в любом случае красиво, вот, как помните, в одном из этапов я показывал, что мне нужно было снять радиатор, и я устанавливал временную вот такую вот муфточку резьбовую, ну, это фирма Ага Польша, как я говорил, на самом деле, есть, у нас больше распространена на слуху фирма Гэбэ, вот, очень часто, в последнее время, я знаю, мастера используют, их ставят, куда не лень, вот, но хочу предостеречь, при всей удобстве работы, эта вещь является разборным, и она требует доступа, обслуживание, то есть, это не значит, что она сразу потечет, естественно, да, но при перепадах температуры, особенно отопления водоснабжения, есть вероятность, что вот эта гаечка, она ослабнет и может дать течь, то есть, это обслуживаемые соединения, к которым должен быть всегда доступ, то есть, его нельзя не ставить, нельзя ставить в тех местах, где нет доступа, вот, Мегапресс, Viego Megapress, как раз отличается тем, что это не разборные соединения и не обслуживаемые, то есть, его можно, эту муфту можно спокойно прятать, зашивать гипсокартоном, например, и не бояться, то есть, это прессуется один раз и на весь срок службы эксплуатации трубопровода. Ну, у меня есть специальное видео, кому интересно, про Мегапресс, где я рассказываю, что это такое, какие характеристики, для чего она рассчитана, вот, возможно, в ближайшее время сниму отдельное видео по самой работе с трубой, с прессовкой, вот, в планах есть. Так, друзья, ну вот, еще раз покажу то, что вышло, давайте пройдусь я по всем радиаторам, чтобы было понятно, вот эти аппаратики, приходится, конечно, работать с двумя аппаратами, дело в том, что я работаю, так скажем, замораживаю пресс-ган, замораживаю даже зимой, когда отопительный сезон, то есть, в рабочем контуре, есть там, конечно, сложности, ну, в принципе, я нашел способ, как обойти, так скажем, вот, не так все просто, но это решаемо я делаю, то есть, работаю даже зимой, даже в отопительный сезон, без отключения, то есть, без сторонней помощи, ну, как правило, работа такая происходит в тех местах, как раз, где нет такой помощи, то есть, где не отключают стояки, по причинам того, что отопительный сезон, поэтому приходится работать с двумя аппаратами для ускорения процесса заморозки, так скажем, ну, еще раз говорю, есть много нюансов, так, это у нас кухня, то же самое, как видите, все у нас работает, аккуратненько, ровненько, еще раз говорю, что не используя никакие сварные отводики, там, или еще что-то, можно было все сделать на пресс-соединениях, грубо говоря, там, уголок пресс, муфты пресс, ну, сами понимаете, муфты тоже, вот эти пресс, они не дешевые, зачем усложнять конструкцию, когда можно сделать это цельной трубой, конечно, это повозиться нужно на то же время, вот, ну, и работа сама по себе тоже не дешевая, поэтому я считаю, что вот такой вариант, он самый оптимальный, вот, опять же, при необходимости, еще раз скажу, муфты неразъемные, то есть можно оставить это так, я делаю, чтобы это было ровно, красиво и аккуратно, можно просто покрасить трубы и оставить как есть, при желании заказчик может зашить это гипсокартоном спокойно, не переживая вот за эти соединения, потому что они, еще раз, неразъемные, не требуют обслуживания, то есть прессуется один раз и на весь срок службы этих муфт, ну, трубопроводов в целом. Так, друзья, ну, последний остался радиатор. Ну, то же самое, как вы видите, отводы везде на разных уровнях сделаны, по какому принципу работают, то есть я вывесил от пола, от стяжки на одном уровне радиатора и уже делал подводы, так скажем, к старым врезкам, к старым трубам, потому что здесь нет возможности, то есть обычно я перевариваю, когда есть летом, отключить воду, ну, здесь такой возможности нет, еще раз говорю, дом, в принципе, свежий, криминала особого нет, поэтому стояки, как я понял, заказчик будет зашивать, поэтому такая схема, она самая оптимальная, ну, и вариантов на самом деле других просто нет, чтобы вы понимали, вот, или ждать весны, а это полгода, как минимум. Ну, что, друзья, в принципе, на этом все инструмента, как видите, тоже очень много, в любом случае работа производится фактически тем же материалом, тем же способом, как и с газосваркой, то есть также гну трубы, все подготавливаю, чтобы было, еще раз говорю, аккуратно и надежно. Друзья, спасибо всем за просмотр и до новых встреч, с вами был Олег Александр Свар. Субтитры сделал DimaTorzok